Продолжение следует... Володя пошел на улицу, уже темно. И там увидел меня голубка белая. То ли она пришибли, или что. А это увидала, Паля. Еще толком-то не отправилась со своей болезни. Как она начала лазить, все везде. А я в коробку, там видно, в коробке, положил ее туда, голубку. Завтра унесу. А это вокруг. Влазит свободно. Упадет еще, дай-ка. О, не может даже остановиться. Достать надо. Там разрывают коробку-то. Ты посмотри, это зверь настоящий. И она слышит, как она там шевелится. А эти-то голуби тут под ней спят, и она даже никакой роли не... Она даже интересна. А эта белая, что, наверное, так? Вот сколько она время? Это уже минут 10, наверное, да? Ну. Бьется туда попасть. Еще ей показать, Пилов. Утешить, на, подержи. Утешить. А? Почему вы ее утешите? Наоборот, раздозорите. Глянь, 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 ты на ней, глянь, что она делает. Голова-то боком. Что такое? Глянь. Ну. Нельзя, нельзя, нельзя. Это голубка там сидит. Паля, ты что это? Никуда она так не лезла. Так, ну подожди. Вот она. Видишь, какая? Смотрите, а то она кинется в нее. Аккуратнее, а то она кинется в нее. Она схватит. Нельзя трогать. Нельзя. Вот она какая, видишь? Нюхай. Нельзя трогать. Видишь, какой у нее хохолок хороший? Гляди. Ой, какая голубка у меня, а? Нельзя. Нельзя. Вот держи так, смотри. Нельзя. Ты хорошая. Ну что? Ну, давай туда, давай. Залазь. Ну, ну, завтра. Проверь. У нее сильно вот эта вот выступает. Что-то она ослабела или состарилась. Вот она какая породистая. Где какой у нее как бы гребешок. И здесь на ногах у нее длинная. Я их ножи сами обстригаю. Ну-ка, ну-ка. Видишь, какая гляди? Давай. А носик коротенький. По сравнению с этим-то. В два раза короче. Прилипшая. Эх, паля-паля. Ну, что ты такая, а? Дали тебе рыбку, а ты еще и голубя хочешь. Ну, успокойся. Понюхай ее. Еще не трогай. Хорошая коробочка. Не трогай. Нельзя, паля. Не смотри. Оно еще давно не видало голубей. Да ты же с ними сидела вместе. Я ее оставлял. Она у меня с ними была. Играла. А вот домой... Интересно. Этих даже не трогают голуби. Даже не смотрят. А это новая. А ее никуда не могу поставить. Только сюда. Все. Пошла. Ух, куварем пошла. Голова-то боком ее. Ну и все. Ну смотри, смотри. Понюхай. Успокойся. Звериная какая натура. Ну, что такое? Ну-ка. Успокойся. Успокойся. Тебе нельзя ее трогать никак. Ни-ни, ни под каким видом. Ну все. Руки ополосну и больше не надо ничего. Что-то смотреть надо за ней. Это в зеркале против самого себя борется. Доказывает, что его жена здесь. А ты уйди. Прямо зеркало смотрится. И каждое утро тренируется. Она слышит, он кого-то прогоняет. Герой. Ас. Это свои покрышки на носу. А детище его здесь учатся и спить. Сам подходит уже. Сейчас вышел и там прилетел среди моих голубей какой-то голубенок. Там разноперый. И не знает, что клевать. Я семечки своим кидаю, а он туда-сюда носом-то и клюет какой-то песок. А на них смотрит. А что же они едят? Семечку так ни одной не склевал. То есть, если так будет, то день-два и он обречен. А этот у него еще зерна полно. С горохом, песок и все здесь есть. Ну вот, вожусь с такими, которые не породистые. Вот он. А она сидит, парит уже восту. Володя Чавардищик готовит завтрак. Вчера Игорь приехал. Ну, контейнерок называется там пол-литра или 400 грамм. Десять, сто рублей. И два, две порции творога тоже на сто рублей. Вот и Володя взял. Молока уже не было. Молока уже не было. Отошел и далека глянул. Не видно, наверное, как прогнал я его. Интересно. Голубь зашел со спины. А тот не может повернуться. А кормит только спереди. И вот он его давит. Никогда не видал такого. Тот уклоняется, а поесть охота. А этот не додумается обойти. Я его брусками загородил. И он не может повернуться. Он под ним лежит. Его повернуть надо. Никак. А вот с этой стороны пытается его клюв поймать. Он изо рта в рот толкает ему пшеницу. А тот уклоняется. Ну как он возьмет-то сзади? А повернуться не может. Вот оказия-то какая. Глупая птица. Голуби глупы, как овцы в законе. В загоне. За место, за пищу дерутся всегда. Стоит на спиной его и пытается его голову повернуть, а он не может. Никогда не видал такого. Ему надо с той стороны пойти и дать ему повернуться. А что делается? Смешно даже. Вот мать бы так кормила, ребенок повернулся на постели, ногами туда. Она не может никак ему соски дать. Ну как сзади-то даже держит его и никак не подаст. Вот меня сантиметров восемьдесят сидит, голос услыхал и замер. Если я даже чуть-чуть шевельну, сразу взлетит. сейчас ногой руку протяну маленько вперед к нему. Он сразу пошевелится. Вот я его сдвинул. Вот может с той стороны зайдет. и я его сдвинулся. Вот. 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 Этот растет хорошо, но очень хлипкий голубенок. Ну иди, корми. Отошел и сидит. Теперь с головы подойдешь, будет правильно, он поест. А то сейчас буду сажать, уже пять часов скоро. А сегодня первый день Пасхи, воскресенье, а с шести у нас занятия Пупков ведет Сергей Павлович. Его мама звонила, всегда поздравляет. Вот у меня здесь стоит тазик, огорожена пшеница с горохом лущеным, дробленым и семечки. Это в комнате, повернуться негде, даже ступить негде. А мне как раз, вот он разбрасывает клювом пшеницу, а это бруски положил, они задерживают. А тут подо мной, у нас столом, там сосуд, глина, песок, дробленая мелкодавленная скорлупа и соль. Никуда не летит. Вот эта маленькая, темненькая кучка сзади не ест. И отец его все гладит и гладит клювом по голове. Это, я говорю, переходной возраст, почему-то раньше его никто не говорил. Он работает, ему лет 10, ой, он настоящий мужик, да он как косит-то. А сегодня переходной возраст, трудный, неуправляемый. И вот у голубенка, такое же вижу сегодня, 17 марта, апреля. 18-го года. Вот он шевелится, а рядом он никуда. И сам-то толком не ест, и тут не ест. То ли слишком рано, да еще рано, то уже полвосьмого утра. Вот он сегодня необычное такое поведение его, он не ест. И не видно, что болеет. Этот, наверное, на шаг не отходит. Рядом насыпал уже и семечки, и все любимое нет. Не было ни одного дня так, чтобы. Обычно он за ним бегает, крылышки машет. Тот хватает его за клюв, ему отрыгивает туда. Сам начал клевать, и вдруг ничего нет. Ни тот, ни другой, этот на шаг не отходит от него. Может быть, заболел, но он еще не знаю. Что ему болеть-то, его все любят. Ну, пошел дальше. Это утром. Я закрыл там, где гнездо с яйцами, чтобы она поклевала зерно. Нет, она прямо мечется. Очень-очень любящая мать. Гикарка. Сизари. А он вот тут лежит. И мы уже еще начинаем сам клевать. У нас сегодня 17 апреля. Сегодня на кладбище едут весь город. Мы тоже поедем. Евангелие будем раздавать. Свидетельствовать. Решил поехать тоже. Так, беспокойно ведут себя, потому что я там закрылся. Вот она, вплотную на кухню пробирать вся охота ей. Вот двое, парочка. А если бы больше было, тут бы такое движение было. Ой-ой-ой. Идите, ешь, еще там есть. Вот он выскочил. Этот-то уже сам не заходит. Это коробка, где они живут. Вот к Володе на кровать и обратно. Сюда и сюда. Мы все-таки как-то полет какой-то совершаем. Так покажу, где они. Видишь, закрыты все. Ну, они там даже выходят, оправляются. А потом вечером все снимают оттуда. С бумаги-то сотрет и все. Ей надо попить. Она торопится. Она не поела ничего. Пошла успокоиться. Вот, бегала-бегала, рвалась. Скорее, надо хоть маленько зернышек поклевать. А этот останется. Поест и... Ты там сиди. А я сейчас оттуда пойду с той стороны. С обратной. А этот подошел к нему. Интересно довольно. Я сейчас сторонку отойду. И она может долететь на кухню. Я сел на кровать. Она меня тут... Не запачкает. Рядом я сел с ним. Вот начинает он перебрался через брусок. И сел. С той стороны дырочки маленькие есть. Она пытается... Ну, дырочка, голова даже не пролезет. И она все равно туда лезет. Вот какая тяга. Бог так установил. Но не так привыкли. Обычно спугнешь с гнезда и может застудить улететь куда-то. Знаете, это уже в доме. Так, и он нисколько не... Она зашла за коробку. А за коробкой там вообще ничего нет. Сейчас я... Вот она вылетела. Обошла вокруг. С той стороны. С обратной. Вот коробка-то она вон. И нет еще. О! Мигом. Ну, брат ты мой. Это что же такое-то? Это не видно, где я снимаю-то. Вон она. Видно по ней яйца. Все. Она села. Можно ее закрыть. А этот... Муштой ее теперь пускай здесь. Он сейчас будет кормить. Этого может покормить. Отпрыска своего. Вон один. Ну, иди. Все. Я ушел. Иди. Иди, иди. Слазь. Гуля, 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 гуля. Иди погуляй. Гулява. Пытается что-то клевать. Она села опять на яйца. А это отец подошел. Прям совсем. Вот. Оживает немножко. Все, пока. Сейчас. Смотрите. Продолжение следует...